МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект рок-энциклопедия от A до Z. И сегодня мы узнаем о группе Джапан. Британская группа Джапан образовалась в 1974 году. В оригинальный состав вошли Роб Дин, гитара, Ричард Барбиери, клавишные, Дэвид Сильвиан, вокал-гитара, Мик Карн, бас и брат Дэвида Стив Янсен, ударная. Первые попытки музицирования квинтета носили глэм-роковый характер в духе Дэвида Боу и Нью-Йорк Доллс. Кроме того, вокал Сильвиана был очень сильно похож на Брайана Ферри, из-за чего Джапан частенько сравнивали с Rock's Music. В 1977-м команда выиграла конкурс музыкантов, проводимый Ореола Франца, и в качестве приза получила контракт от этой немецкой фирмы. В марте 1978-го вышел дебютный лонг-плей Adolescent Sex, а осенью того же года последовал второй – Obscure Alternatives. Оба релиза прошли малозамеченными, как дома, так и в Америке, зато привлекли внимание жителей страны Восходящего Солнца, наверное, потому что японцам понравилось название Джапан. Солидный прорыв группа сделала с выпуском альбома Quiet Life, содержавшим новаторскую смесь арт-рока с восточными фишками. Сопутствующее турне прошло с успехом, причем лучше всего команду принимали опять же в Японии. Несмотря на такое положение дел, Ханса отказалась финансировать очередной альбом. В дальнейшем интерес к группе проявили несколько других крупных фирм, из которых Джапан остановили свой выбор на Virgin Records. Дебютом на новом месте стал альбом Gentleman Take Polaroids, вышедший осенью 1980 года. Музыкальные рамки команды здесь дополнительно раздвинулись. Во-первых, чувствовались различные экзотические влияния, а во-вторых, саунд сделался более атмосферным. Способности Сильвиана как композитора и аранжировщика значительно выросли, и он стал лидером коллектива. Однако это привело к определенным разногласиям, и Дин и Карн стали больше времени проводить на стороне. В конце концов, перед записью пятой полнометражки, Роб объявил о своем уходе, согласившись отыграть последние несколько британских и японских концертов. В тендрам оказались намешаны фанки, восточные мотивы, попсовые мелодии и экспериментальные текстуры. Пластинка получилась очень удачной, а сопутствующий миньон Ghosts оккупировал пятую строчку английских чартов. За ним последовал еще ряд успешных синглов, но дело все равно двигалось к закату. Конфликты между коллегами происходили все чаще и чаще, и достигли апогея, когда Дэвид Сильвиан увел подружку Мика Карна. Еще немного помучившись и отыграв последние концерты в Японии, в 1982 году музыканты приняли решение распустить Джапан. Уже после распада в свет вышел прощальный концертник Oil on Canvas. Этот альбом, частично содержавший студийный материал, занял в Британии пятое место. В дальнейшем бывшие коллеги занялись сольными карьерами, причем наиболее удачно она сложилась у Дэвида Сильвиана. В 1991 году четверо японцев без Дина объединялись под вывеской Rain 3 Co. Выпустив одноименный альбом, имевший очень мало общего с творчеством в Джапан, музыканты вновь разбрелись в разные стороны.